До нового года осталось три дня, праздника все ждут с нетерпением, в том числе и спасателей, но в состоянии повышенной готовности. Как показывает практика, в неканикул пожароопасная обстановка в Крае резко обостряется. Так какие правила безопасности стоит соблюдать жителям региона, чтобы новогодняя сказка не обернулась кошмаром, расскажет заместитель начальника главного управления МЧС России по Алтайскому Крае Андрей Нейман. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте, Кирилл. Ну вот действительно, в новогодние праздники количество числой пожаров увеличивается, да, есть такая статистика. Почему так происходит? Многолетняя статистика говорит об этом, что в праздничные дни количество происшествий увеличивается. Но новогодние праздники, они на особом счету. Не исключение. Да, почему так происходит? Во-первых, те здания, которые в рабочее время, вне праздничные дни, так скажем, заполнены людьми, на праздники, оно остается пустым. И насколько персонал будет правильно в это время реагировать и присматривать за зданием, ну и естественно будет тот же самый результат. И соответственно население у нас все перетекает в жилой сектор, ну все, что связано с празднованием, где-то состояние бесконтрольное и вот результаты налицо. А вот про жителей частного сектора давайте поговорим, у них же печное отопление, какой совет вы им дадите, вот что делать? Знаете, Кирилл, есть статистика, опять же, о том, что 75% и более происходит именно в частном жилом секторе пожаров. То есть две трети возгорает в частном секторе? Другие причины как раз это нарушение правил монтажа или эксплуатации электрооборудования или неправильное устройство или неправильная эксплуатация печей. Давайте отдельно остановимся про пиротехнику. В новогодние праздники куда без нее? Где и как все-таки правильно ее применять? Итак, я бы начал с того, что где и правильно ее приобретать. Давайте. Ни в коем случае нельзя это делать на каких-то стихийных несанкционированных рынках. У нас в крае, в городах достаточное количество специализированных магазинов. Сразу вопрос в догонку, почему? Потому что продукция, которая продается в магазине, она 100% сертифицирована и имеет соответствующие инструкции. Для того, чтобы обезопасить себя, первым делом необходимо прочитать эти инструкции. Они на коробке изделия все доступным образом изложены и просто действовать им. Так, второе, что дальше? Приобрели в лицензионном магазине лицензионную пиротехнику? Ну вот я еще раз повторюсь. Многие, знаете, с балконов у нас там пытаются запольнуть. Там в инструкции все прописано. Во-первых, нельзя использовать пиротехнику при сильном ветре. Во-вторых, нельзя использовать пиротехнику вблизи каких-либо зданий. Вот. Необходимо соблюдать меры предосторожности. Чтобы опять же в окно не залетело. Если пиротехника не сработала должным образом, ни в коем случае нельзя подходить и проверять, есть там что-то или нет. Поэтому, ну вот я повторюсь, в принципе все требования, они изложены, просто нужно их соблюдать. Да, бывали действительно такие случаи. Что-то она не запускается, подошел, прилетело, да. Про елки. Какая все-таки безопасней? Живая, искусственная? Чем наряжаем? Сама по себе елка представляет объект повышенной опасности. Любая? Любая, любая. Ну это дополнительная, так скажем, пожарная загрузка в помещении. И, конечно, может быть здесь говорить о том, что ель свежая, сухая, она может быть представляет большую опасность, чем свежая или, может быть, чем искусственная. Но в любом случае необходимо соблюдать меры предосторожности, не ставить ель вблизи каких-то источников тепла, использовать только сертифицированные гирлянды, которые приобретаются в магазине, смотреть за исправностью этих гирлянд. У нас, знаете, бывают моменты, когда гирлянды пользуются 10, 15, 20 лет. Совет, советский времен, еще такая. Там уже изоляция нарушена, и все это может привести к нежелательным событиям. Знаешь, что еще немало случаев ЧП происходит на водоемах. Как вот вести себя на льду в непраздничных каникул? Если говорить о настоящем времени, то с уверенностью можно сказать, что на всех водоемах края ледовый покров, он уже достаточной толщины, и выходить на него, в принципе, я думаю, уже безопасно. А если, например, говорить о том, насколько опасно или нет передвигаться на транспорте, здесь, да, мы должны четко понимать, что у нас есть санкционированные ледовые переправы. Сколько их, давайте, походу, сразу? Их в крае открыто три. Три. И для того, чтобы быть уверенным, что эта переправа безопасна, она соответствующим образом оформлена, там есть аншлаги, знаки, вот, и можно пользоваться только такими переправами. Ни в коем случае в несанкционированных местах переправляться нельзя, это опасно для жизни. Если все-таки ЧП, ну, не дай бог, произошло, случилось, какой алгоритм действий, что нужно в первую очередь делать, во вторую, в третью? Расскажите, пожалуйста. То есть, независимо от того, где это произошло, первым делом необходимо оценить обстановку. То есть, риски соответствующие, вот, событие какое-то произошло, что это, каким образом может повлиять на вас. И далее, в зависимости от того, где находишься, необходимо предпринимать соответствующие результаты. Это достаточно сложно. Бывает, что там несколько секунд даже на размышления дается оценить обстановку, да, вот тут надо сориентироваться, уметь. Человек теряется. Здесь вопрос как раз в образованности нашего населения есть понятие такое культура безопасности. Так. Если человек, ну, в этом смысле подготовлен, он в любом случае может правильные решения принять. Если есть, ну, такая ситуация, когда вы сами не можете из опасной среды выбраться в безопасную территорию, здесь предпринимать действия для того, чтобы кого-то привлечь к себе на помощь. Если есть средства связи, набрать телефон службы спасения и далее уже действовать по обстоятельствам. Давайте еще раз проговорим номер телефона службы спасения, потому что, опять же, немногие его знают. Вот куда звонить? В настоящее время у нас в тестовом режиме работает телефон спасения 112 сотового телефона. 112? Да, телефон сотового 101. Так. И стационарного телефона 01, телефон пожарной охраны. Про морозы. Про морозы хотел поговорить. Вот на федеральных трассах будут ли создаваться пункты обогрева там водителей, да, какие-то? Тоже же бывает, вот ЧП происходит, когда там минус 35 давит. Да. И водители оправляются в дальнюю дорогу. Какой тоже совет дадите? У нас здесь тоже в этом направлении специальные службы работают. Это не только МЧС, это и дорожное хозяйство, и полиция, сотрудники ГИБДД. Я бы хотел посоветовать не без надобности не выезжать в какие-то дальние поездки, если погодные условия не позволяют этого сделать. Если все-таки человек поехал, что с собой нужно захватить, что с собой нужно взять? Ну, насколько я знаю, там зарядить телефон, по-моему, да, что-то трос там, проверить всю комплектацию машины. Обязательно при себе необходимо иметь теплые вещи, достаточное количество топлива в автомобиле. Необходимо также иметь элементарно спички, зажигалку, что-то для того, чтобы можно было потом развести костер. Ну, вот основные такие советы, если да, об этом. Спасибо, спасибо, Андрей Викторович. Я пожелаю вам хорошего Нового года, чтобы как меньше ЧП произошло в эти новогодние праздники. Спасибо, Кирилл. С наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Викторович. Еще я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Берегите себя.